Традиционная национальная атрибутика, народные музыкальные инструменты и костюмы. В культурный хоровод объединились все регионы страны. И не случайно, ведь сегодня Международный день танца. В большой круг на улице встали участники разных возрастов. Среди них лауреаты творческих конкурсов, самодельные коллективы, ансамбли, отдельные исполнители, представляющие хореографическое искусство Самарского региона. А состоялись концерты на базе новых и капитально отремонтированных ДК. Благодаря нацпроекту «Культура» они переживают второе рождение. Он, естественно, функционировал. Но сейчас мы видим эту красавицу жемчужины культуры с обновленным зрительным залом на 273 места, со студиями, танцевальными, творческими. В этом году на территории Волжского района планируется еще ряд мероприятий. Ой, вы знаете, все поменялось вообще колоссально. Начиная вообще, когда мы заходим в наш холл, очень приятно заходить. Все очень уютно сделано, все комфортабельно. Детям приятно заниматься. Для нас, для хореографов, самое главное – это зеркала и полы. Полы сделаны с качественным линолеумом. В Волжском районе, помимо реставрации Дома культуры, завезли передвижной автоклуб. На территории губернии таких всего 11. Они могут трансформироваться и в сцену, и в кинотеатр, и в библиотеку. Для этого у них есть все необходимое оборудование. Помимо зажигательного народного танца, в Волжском районе подвел итоги межмуниципальный конкурс-фестиваль «Хрустальный башмачок-2021» в заочном формате. Участие приняли творческие коллективы и исполнители учреждения культуры из 21 муниципального образования Самарской области, 8 городских округов и 13 муниципальных районов. Соревнование прошло по пяти номинациям, в которых участники показали 130 творческих номеров. В одной из них победил коллектив «Капитошка». В нем танцует Мария Пронина. Девочка занимается танцами 5 лет, по-настоящему любит это дело. Получать награду для нее очень ценно. Танцевать, выступать очень нравится. Я дома еще занимаюсь танцем, придумаю свои танцы. Приятная победа, очень понравилось, что мы победили в конкурсе. Еще очень трудно было, все не улыбались, а в этот раз мы все улыбались. Конкурс прошел при поддержке Министерства культуры Самарской области в рамках реализации на территории губернии общественного творческого проекта «Культурное сердце России» по направлению «Культура рядом». «Крустальный басмачок» конкурс, он ежегодный. И любые соревнования, как бы, с одной стороны это искусство, с другой стороны это пробы сил на сцене. Это такая возможность показать себя и реализовать себя. И поэтому участники любых коллективов пытаются постоянно участвовать в этом. А история преображения центральной площади села Дубовый у Мед продолжится. Так, в рамках нацпроекта «Культура» в 2020 году были отремонтированы и реконструированы 11 домов культуры в сельских районах. А в 2021-м планируется привести в порядок еще 13 объектов. Из них 10 находятся в сельской местности, среди которых Нефтегорский, Шигонский, Хворостянский, Красноармейские районы. Развитию культуры глава региона уделяет особое внимание. По поручению президента он возглавляет комиссию Госсовета по культуре. За два с лишним года комиссия стала площадкой для выработки совместных решений органов федеральной, региональной и местной властей. Благодаря активности региональных властей и лично главы Самарского региона был принят ряд беспрецедентных решений, благодаря которым регион сможет побороться за звание культурной столицы Поволжья. Елизавета Должикова, Константин Макаревич, Новости губернии.